Ты зависишь от Бога. Бог тебя направляет, Бог тебя ведет, Бог тебе говорит, ты Богу молишься и ты живешь в его свободе. Не в свободе какой-то динаминации или какого-то человека или какого-то братского совета или какого-то вообще идола поклонства, нет. Ты в свободе Бога, дорогой мой друг, сестра, брат. Я также в этой свободе, которую Бог мне подарил, когда я умирал в своей комнате. Это реальная свобода с Ним. Мне не нужен человек, чтобы прийти к Богу. Мне не нужен человек, чтобы он мне объяснил, как мне правильно служить Богу. Бог дал мне инструкцию жизни, за которую была заплачена очень большая цена. За нее люди платили своей жизнью. Они шли до конца. Это были дети Божьи, избранные апостолы, люди, которые водимые Духом Святым. И теперь Бог дал нам этот дар, чтобы мы шли за Ним. Он нам дал инструкцию жизни. Иисус говорит, я уйду, и для вас это хорошо будет. Потому что Дух Утешителя, Святой Дух, Господь, Отец, Сын и Дух Святой, это и есть Бог. Он придет в этот мир и будет действовать вас. Он будет вам говорить, и вы будете двигаться в Нем. Аминь. Мы будем двигаться в Духе Святом. Это самое крутое, что может произойти в жизни человека. Это быть спасенным от ада и вечного огня. Это быть в воле Божьей. И это зависеть от Бога, братья и сестры. Это же прекрасно, когда ты знаешь лично Бога. Когда ты лично знаешь истину. И когда ты лично идешь за Богом. Аминь. Слава Богу Иисусу Христу Спасителю. И знать Бога и Слово Божие, Библию, это дает тебе свободу и силу. Когда ты знаешь истину, когда ты молишься Богу, когда ты зависишь от Бога, тебе дает это свободу. Почему? Потому что дьявол не имеет никакой власти теперь над тобой. Ты ему можешь ответить Словом Божьим. Ты можешь ему ответить так, как хочет Бог. Потому что ты находишься в воле Божьей. Если приходит ко мне сатана, говорит, я не спасенный, я неправильно покаялся. Я говорю, Бог мой пастырь. Бог ведет меня. Я нахожусь в воле Божьей. И это самое главное в моей жизни, что мне нужно. И также в твоей жизни. Когда ты это поймешь, ты будешь самый свободный человек в этом мире. Аминь. С Богом. Проклят тот, кто надеется на человека. Люди часто надеются от кого-то. Они не свободны. Свободный человек, он когда с Богом находится везде. Он просто едет на машине, слушает музыку, и у него текут слезы. Ему так приятно быть с Богом. Ему так приятно говорить про Бога. Ему так приятно жить с Богом. Это настоящие люди, которые свободны в Боге. А если ты зависишь от Бога, от человека, в Библии стоит, если человек зависит от человека, он проклятся в Библии. Не дай Бог. Кто ищет славу человека, человеку тому также горе. Это тоже стоит в Библии. Не дай Бог. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игру рабства. Мы должны жить в этой свободе, которую Бог дал нам. Свободе от ада и вечного огня. Свободе от всех этих динаминаций. Свободе от всех этих мнений людей. И быть в свободе в Боге. Аминь. Слава Богу, Иисусу Христу Спасителю. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Иисус Христос освободил меня и спас меня в моей комнате. И теперь я истинно свободный человек в Боге. Благослови тебя, Господь, и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дух Господа, Бога, на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение. Аминь. Проповедовать пленным освобождение. Бог послал меня, стоит в Библии, чтобы ты не попал в ад. Аминь. Господь мой пастырь. Аминь. Нужды у меня не будет ни в чем. Господь мой пастыр. Свобода в нем и нужды у меня ни в чем нет. Он позаботится о мне, как о всей вселенной и о всем, кто ему доверяет. Господь есть дух, а где дух господен, там свобода. Отец, Сын и Дух Святой, как Бог. Господь есть дух, и где дух господен, там свобода. Аминь. Слава Богу. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву. Иисус искупил меня и всех, кто верит в Него, живет в воле Божией, от клятвы закона. Закон, весь закон в Библии приводит человеку к покаянию. Почему? Потому что человек не может оправдаться своими делами. Аминь. Кто может оправдаться, ты или я? Нет. Почему? Потому что через Адама и Еву зашел грех ДНК человека. И только через Иисуса Христа мы можем получить спасение от ада и вечного огня. Аминь. Здравствуй, дорогой мой друг. Благословите, о Господе, сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Жизнь в свободе Бога. Я хочу эту тему всем рассказать, кто еще не свободный. Я хочу эту тему всем рассказать, кто еще зависит от человека. Я хочу эту тему всем рассказать, кто еще и ищет Бога. Я хочу эту тему всем рассказать, кто еще не познал истину и кто еще в заблуждении или еще не свободен. Будь свободным в Боге. Пусть Бог через тебя действует. Тебе не нужен никто. Пойми одно, когда время здесь на земле закончится у каждого из нас, мы будем стоять один к одному с Богом. Жил ли ты здесь Богом? Знал ли ты здесь Бога? Читал ли ты Библию? Зависел ли ты от Бога? Молился ли ты Богу? Шел ли ты за Богом? Этот вопрос будет каждому человеку. Лучше здесь на земле познать того, кто тебя встретит после этой жизни и кто тебя спас. Аминь. Кто меня спас? Если меня спас Иисус Христос в моей комнате, там не было человека, там не было никого, был только Бог и я. Я кричал к нему, плевался кровью, Бог услышал меня, у меня пошли слезы. Я покаялся, начал читать Библию и записывать этот канал. И Бог дальше двигается меня. Бог освободил меня от зависимости, от злости, от ада. Аминь. Он освободил. Вот только что я читал, Христос искупил нас от клятвы закона. Только Иисус Христос может оправдать нас. Только Он един. Все, как ты можешь? Раньше я молился, все равно, когда я грешил или жил очень плохо, я вставал на колени, молился. Но я понимал, что я не могу, потому что в моей голове, вот здесь у меня грех у каждого из нас. И этот может победить грех только Иисус Христос. Он сказал, что у меня есть ключи от смерти и ада. Аминь. Ключи есть. Если ты приходишь к Иисусу Христу, Он может тебя только освободить. Все, у Него есть ключ. Больше ни у кого на свете нет его. Если ты это поймешь, ты будешь свободный человек. От меня, если даже все отвернутся, как я начал идти за Богом, я не был свободным человеком. Я зависел от какого-то прославления, от какого-то батюшки, от какого-то братского совета. Я думал, что те подумают, какая мне разница, кто подумает. Теперь я это понял. Самое главное, что подумает мой Господь, кто меня спас. И вот это освобождение я получил в своей комнате, когда не было человека рядом. Был только Господь рядом и я. И Он поставил меня на ноги, чтобы я тебе рассказал, что Он также тебя любит. И Он хочет спасти тебя, чтобы ты жил в Его свободе. Аминь. Аминь. К свободе призваны вы, братья. Аминь. Библий стоит. К свободе Бог нас призывает. К свободе Божией. Чтобы мы держались за Него. Чтобы мы зависели от Него. Чтобы мы шли за Ним. Чтобы мы были всегда с Ним. Без разницы, где ты находишься. Без разницы, какой у тебя статус. Кто ты? Бог любит тебя таким, как ты есть. Просто вернись назад в отцовский дом. Приди к Богу, извинись и начни идти за Ним. Аминь. Здесь на земле. Здесь на земле ты выбираешь, где ты проводишь вечность. Это очень серьезный выбор. Это самый важный выбор в жизни человека. Это выбор небеса или ад, благословения или проклятия. Выбери Иисуса Христа. Это есть жительство на небесах с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Аминь. Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог. Вселюсь в них. Буду ходить в них. Буду ходить в них. Буду их Богом. Они будут моим народом. Бог говорит. Вселюсь в них. Буду ходить в них. Буду их Богом. Они будут моим народом. Все. Дальше читаем также очень важный стих. Мы как камни живые. Да? Говорит Господь. Здесь тоже храм Бога и как камни живые. Так камни живые. Постройте из себя духовный храм. Да? Церковь Иисуса Христа. Это мне откровение пришло. Церковь Иисуса Христа. Это каждый из нас. Это камни живые. Кто идет за Бога. Аминь. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Бог живет в сердце человека, а не в рукотворенных храмах. Аминь. Слава Богу, Иисусу Христу Спасителю. За путь истинную и жизнь вечную. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений. Но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Аминь. Жизнь в свободе Бога. Жизнь в свободе Бога, когда ты принадлежишь Богу, когда ты зависишь от Бога, когда ты говоришь то, что хочет Бог, а не то, что хочет Батюшка Федя или Дудский Совет. И когда ты зависишь только от того, кто тебя спас от ада и вечного огня. Давайте теперь все вместе помолимся нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу и будем идти дальше. Дальше за Ним, дальше в Нем, дальше через Него. Аминь. Слава Богу Иисусу Христу Спасителю за путь к истину и жизнь вечную. Господь, я благодарю тебя за этот день. Я благодарю тебя за все, что ты делаешь в моей жизни. Я благодарю тебя за жизнь вечную в твоей славе. Я благодарю тебя за все, что ты сделал в моей жизни. Я благодарю тебя, что ты услышал меня, когда я умирал. Я благодарю тебя, что ты встретил меня, что ты мне дал время на покаяние, что я живу в твоей воле, Господь, я благодарю тебя. Я хочу тебя попросить, Господь, дай каждому человеку, кто услышит этот стрим, кто услышит еще, кто еще не слышит, дай ему возможность спокаяться, дай ему возможность прийти к тебе и дай ему возможность быть твоим путем. Дорогой мой отец, я люблю тебя, я говорю тебе истину, я говорю то, что в моем сердце, я говорю, коснись каждого человека сейчас, просто этим людям нужно твое освобождение, этим людям нужно...